Прекрасная и чудесная пора – осень. Солнце еще согревает землю, а проливные дожди умывают деревья и цветы. Осень дарит последние теплые дни в году, окрашивает все вокруг в удивительные и сказочные цвета. Исокогорская детская библиотека предлагает читателям погрузиться в это сказочное время года. Прослушав сказки про осень, Сергей Козлова и смастерив своими руками осеннего ежика. Сыроежка. Чем дальше уходила осень, чем дольше ежик смотрел вокруг, тем удивительнее ему становилось. Лес похудел, стал тоненьким и прозрачным. И небо будто поредело, стало не таким синим, не таким густым. «Это потому что осень!» – вздохнул медвежонок. Но ежик и без медвежонка знал, что это все от того, что пришла осень. Ежик любил осень, любил медленно бродить по шуршащей листве и удивляться и радоваться каждому грибу. «Здравствуйте, гриб!» – говорил ежик. «Как вы поживаете?» Дальше все зависело от того, какой попадался гриб. Здоровяк-боровик отвечал. «Замечательно! Крепок духом, здоров телом!» Поганка что-то мямлила и вся изгибалась. «Да знаете, да понимаете, да я!» Хитрые лисички прятали глаза и хихикали. «Хи-хи! Погляди на него! Это ежик!» Задумчивый грусть босил. «Ничего, все в порядке! Живем!» Лукавая волнушка искоса глядела из-под шляпы и поводила плечом. А мухомор весь красный, только еще сильнее краснел. «Рады стараться!» – неожиданно писклявым голосом отвечал мухомор. В сумерках ежик любил беседовать с опятами. Сядет у дня, вокруг соберется много-много опят. Сдвинут шляпки на затылок и слушают. Но приятнее всего, конечно, ежику было беседовать с сыроежкой. «Как вы себя чувствуете?» – улыбаясь, спрашивал ежик. «Вы даже не представляете, как я рада вас видеть!» – отвечала сыроежка. И ежик, уже дома засыпая, всегда вспоминал эту милую улыбку, с которой с ним говорила сыроежка. Последнее солнце. Уже и морозы ночами леденили лужи. Уже и все птицы улетели на юг. А солнце все не кончалось. Каждое утро ежик просыпался и, отдернув занавеску, со страхом глядел. Не нагнало ли тучи? Не спряталось ли навсегда солнце? Но солнце не кончалось. «Ну еще день! Ну еще!» – шептал ежик. И солнце будто слышало, как его просят, и являлось вновь. «Не уходи, солнце! Не пропадай!» – ложась спать, шептал ежик. «Я так тебя люблю!» «Ты просишь солнышка не пропадать?» – как-то спросил он медвежонка. «А как же?» – сказал медвежонок. «Я перед сном обязательно говорю. Пожалуйста, приди!» «Правильно!» – сказал ежик. «Потому оно и не пропадает!» Но однажды утром ежик выглянул из окна и увидел, что солнца нет. Он выбежал на крыльцо. «Солнце, где же ты?» Хмурые тучи ползли над лесом. Серые мохнатые тучи закрыли небо. «Тучи!» – крикнул ежик. «Ну что же вы столбились? Зачем вы здесь?» Тучи молча плыли, задевая верхушки деревьев. «Ветер!» – позвал ежик. «Ветер!» – ветер летал где-то высоко и не слышал его. «Медвежонок!» – крикнул ежик. Но медвежонок был далеко, за горой, и тоже не услышал ежика. Осень. Не каждый же день светит солнцу. «Ну почему? Мне именно сегодня так тяжело!» – думал ежик. «Почему мне сегодня так тяжело?» – спросил он медвежонка, когда тот, наконец, пришел из-за горы. «Потому что ты боишься, что солнце никогда уже не придет до весны!» – сказал медвежонок. Но тут тучи разорвало, блеснул луч солнца, и ежик с медвежонком так обрадовались, как не радовались никогда в жизни. Горький дым. Всю ночь ежику снился странный сон. Будто он вошел в лес и стал говорить с листьями. Нет, не с одним каким-то листом. Ну что тут особенного поговорить с березовым листиком. Но с листьями, со всей вместе листвой, ежик еще никогда не говорил. Он шел по тропинке, шумел лес. «Я хочу поговорить с вами, листья!» – сказал ежик во сне. «Говори!» – прошелестела листва. «Вот вы шумите, а потом...» Все стихло. «Знаю!» – сказал ежик во сне. «Мне вас так жалко!» «Не жалей нас, ежик! Сперва мы маленькие. Глядим. Потом большие. Лепечим. Потом шумим. А потом свободны. И летим, летим. Ты знаешь, какое это счастье, свобода? А в дождь? Знаешь, как это сладко, прищурившись, слушать дождь? Ведь ты не знаешь, что у нас есть глаза, ежик. Мы видим. И нас, медвежонка. Конечно. И зайца. Еще бы! Он так боится, когда мы шуршим. «Осенью мне бывает так грустно!» – сказал во сне ежик. «Мне кажется, ветер вас уносит с земли. Не грусти. Ты слышишь, как мы шуршим? Это мы смеемся. Нам смешно, что какой-то ветер хочет нас сдуть с земли. А вас нельзя? Что ты, ежик? Кто же может листву сдуть с земли? Но вас жгут! – сказал во сне ежик. Зато как сладок! Как горек наш дым! Но вам же больно! Нет! Мы сгораем все вместе. Тесно прижавшись друг к другу. «Страшно!» – сказал ежик во сне. «Страшно остаться последним листом. Все улетели, все свободны, а ты один. И видишь, как дружно раскрываются весной новые почки. И появляется молодая листва. С ними, с новыми. Не поговорить? О чем? Что они видели? Что знают? А ты? Ты помнишь всех своих братьев. И думаешь. Вот на этой ветке сидел веселый хохотун, грустный ворчун, молчаливый друг. И никого. «Какие они удивительные листья!» – подумал о сне ежик. «Надо рассказать медвежонку!» И не просыпаясь, стал думать о том, как это можно радоваться, что после тебя остается горький дым. Для мастер-класса понадобится осенние листья, деревянная шпажка, лист бумаги белого цвета, простой карандаш, ножницы, гуашь, кисти. Соберите несколько листиков разного размера. С помощью ножниц отделите черенки. Возьмите пол листа бумаги формата А4 белого цвета. Согните пополам. С помощью карандаша в произвольной форме нарисуйте овал. С помощью ножниц вырежьте. У вас получится два овала. Две вырезанные части склейте между собой с помощью клей ПВА, поместив ровно по центру шпажку. С помощью кисти промажьте каждый листик клеем ПВА и приклейте на нашу заготовку. Чередуем при этом большие и маленькие листочки. Делаем несколько рядов. Рисуем мордочку с помощью гааши. Нарисуем носик, глаз и ротик. Завершим поделку, приклеив последний нижний ряд листиков, чередуя их по размеру. Осенник ежик станет замечательным украшением тематического осеннего уголка. или можем использовать его как закладку. Субтитры создавал DimaTorzok